Я не приехал, чтобы победить, я приехал, чтобы посмотреть, на что я способен. Потому что мы русские люди, русская душа, она находится вот здесь. Для меня это честь сюда приехать, защищать свою родину. Чтобы они не только слышали, но и услышали тебя. Не только видели, но и увидели тебя. От этого ты определенную энергию получаешь. С нами встречи каждый рад, город наш Калининград. Очень любимый балет в Белоруссии. Привет! Для тех, кто творит от всего сердца. Для тех, кто живет искусством и не просит взамен ничего, кроме внимания. Для самых искренних детей. Климовический фестиваль «Золотая пчелка» уже давно символ праздника, детства, пробы сил и новых возможностей. Сюда приезжают не для того, чтобы увести награды, а чтобы получить новый опыт и проверить на прочность себя и свой талант. Иду я вдоль села и, кажется, не знаю, когда дорожка длинная, окончится моя. Все может потому, что улица большая, может потому, что маленькая я. Для жителей города «Пчелка» большой праздник, ожидаемый. Для ее гостей – работа, ведь главное событие фестиваля – конкурсные прослушивания. С утра до вечера одни, забыв волнение, уже работают, другие еще готовятся к выходу. Каждое успешное выступление – это плюс к личному делу маленького профессионала. Ведь он капитан корабля. Вместо надежды монеты звенят. Зато он всегда у руля. Как ты думаешь, дорогая моя принцесса, что нужно, чтобы стать хорошей певицей? Ты так прекрасно поешь. Ну, голос и старания. Всего-то? Много-много трудиться. Ну, а труд – это тяжело. Да. А оно того стоит, скажи. Да. Почему ты так думаешь? Ну, можно добиться больших успехов, научиться новому. Вы видите, когда глядишь на этих деток, они-то хвалюются, но мне кажется, они больше радуются. И хвалювание только от того, что они тут бачат, от сустреч. И они богатеют от сябровства. Не только, так сказать, от того, что они добро спевают. И глядяши на их, вы знаете, и мы сами не взвертаемся, как бы, сам у детинства. И заизросцем. Тому, что у моем детинстве такого не было. Ну, у меня есть мечта. Я хочу стать певицей, чтобы обо мне знали. Ну, хочу подавать пример другим свой. А когда станете популярной певицей, то что будете петь со сцены? Ну, со сцены я буду эстраду петь, наверное, на своем родном. А есть какая-то любимая исполнительница или исполнитель, на которую равняетесь? Да, мой педагог Ольга Горничаря равняюсь на нее. Золотая пчелка – фестиваль уникальный во многом. В первую очередь, только здесь все расходы на себя берет принимающая сторона. А это во многом расширяет географию. И вот это уже не полосатая пчелка, а пестрая бабочка талантов. За что вы любите петь? Не знаю. У меня дедушка пел, и я люблю уже петь. Для меня это уже постоянное хобби. Мы наслышаны об этом фестивале. Только хорошие отзывы, да. И особенно говорили, что здесь приезжают сильные коллективы. Да, конечно, мы у себя, да, в Кыргызстане, у себя там легче всегда. А выехать за пределы нашей республики, показать какие-то наши силы, посмотреть у других, поучиться. В конкурсе чем хорош? Вот проверить себя, да, дух соревнования, да, а как, можем ли и так далее, знаете. Вот я думаю, что вообще детям это обязательно. И то, что особенно собирается много-много народу из многих стран, разная национальность. И все мы общаемся, потому что, вот, например, у нас это язык, хореография, он понятен всем. А мы ненадолго покинем сценические площадки и переместимся в город, ведь пчелка холит все проявления детского творчества. Разбросанная по нескольким городским площадкам, она пусть и на считанные дни превращает небольшой город в фабрику талантов. И здесь же уже вне конкурсной программы климовический стрит-арт. Жужжалки на асфальте. Ну вот, на самом деле, фестиваль «Золотая пчелка», он признан начался основным для музыкантов. А художники, они были приглашены. И вот здесь изображено, как вот идет праздник, как бы за кулисами, и стоят художники, тихонько в сторонке немного. А ваша мечта как творца какая? Ну, я хочу стать настоящим художником, хочу быть дизайнером, хочу что-то придумать разное, декоративное, что необычное. Может быть, когда-нибудь мою работу увидят все. А есть у вас любимый художник? Есть. Думаю, это Иван Фомич Хруцкий. За последние годы пчелка стала настоящим народным праздником, так что она еще и символ единения. Вторая самостоятельная пчелка уже с ребенком. Первый раз мы еще не понимали, сейчас уже беремся за мел сами рисовать. Планируете, может быть, в перспективе своего малыша определить на сцену пчелки? Ну, хотелось бы, да. Потом посмотрим, в какую сторону выйдет талант. Жизнь в городе меняется на время праздника. Город концентрируется во всем вот в этом хаосе, во всех этих концертах и прочем. И получается, что город живет этим праздником на неделю. А пока город гулял-веселился, у гостей пчелки продолжались трудовые творческие будни. Каждый уголок приспособлен под репетиционный зал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Здесь готовятся к выходу Юлия Паконина, ее подопечные Алина Петрушкина и Мария, по совместительству дочь Юлии. Переехав три года назад в Финляндию из Карелии, девушки теперь представляют именно эту страну. Тяжело было язык выучить? Или вы с детства разговаривали на нем? Мы с детства не разговаривали, но как только мы переехали в Финляндию, я начала его изучать и выучила где-то за год. Впервые мы на таком большом мегафестивале. По нашим финским меркам это очень большое событие. И для нас это, конечно, большая ответственность. Не только большой опыт, но и большая ответственность. Тем более, когда на площадке конкурса такая конкуренция. Вы волнуетесь каждый раз перед выходом? Нет. А как вам удалось добиться такого? Это я как бы знаю, что я уже первая. Это такая уверенность в себе и все. То есть больше ничего не надо. Это самые сомнения и вызывают именно это непонятное чувство волнения. А зачем вам тогда фестиваль и конкурс, если вы для себя уже первая? Ну, во-первых, я слушаю других. Конечно же, по-другому никак. Я слушаю, я нахожу для себя что-то новое. Но первая я только для себя. Для других я не знаю, кто я. Что ты чувствуешь, когда ты выходишь на сцену, когда на тебя люди смотрят? Я чувствую себя очень гордой. Почему? Ну, не знаю. Думаю, вот я хожу уже давно на танцы, хорошо танцую. Все люди меня аплодируют. Для тех, кто помладше, конечно, важны эти самые аплодисменты, как признание и поддержка. У старших коллег по сцене с собой и с творчеством уже выстроены определенные отношения, которые не в силах сбить ни одна оценка. По-моему, главнее всего это любить музыку, главнее всего это любить то, что ты делаешь и передавать людям то, что ты чувствуешь и как ты чувствуешь, чтобы они не только слышали, но и услышали тебя. Не только видели, но и увидели тебя. Ну вот, по-моему, это главное, главнее всего. Золотую пчелку заслуженно именуют праздником не только творчества, но и детства. А что есть детство, как несчастье. Конкурсные волнения позади, награды разобраны. И пусть никто не гарантирует всем звездную карьеру. Здесь дети приобретают главное – уверенность в своих силах и в том, что счастье уже есть. И это дело их рук. Вообще будущее открыто. И так как мы живем в Финляндии, пока не знаем, как у нас сложится там. Вот мы делаем все возможное, чтобы ребенок чем-то увлекался. Он у нас и рисует, и танцует в балетной школе, и поет, а потом время покажет. А ты чем хочешь заниматься? Ты уже, наверное, решила, только маме не сказала. И у меня все время какие-то новые идеи. Вначале я хотела стать перифмагером, потом хотела стать танцовщицей. И никак не могу понять, что я больше всего хочу. Ну, я планирую на самом деле танцевать, ну, классику, современную, народную, ну, в общем, и так далее. А я буду хореографом, буду ставить различные танцы или балеты, ну, как получится в дальнейшем. Я уже через два года заканчиваю музыкальную школу, и после девятого класса я поеду в Москву поступать в училище имени Гнесиных. Есть у вас какой-то кумир, человек, на который вы хотите быть похожим? Да. Ну, может, Зыкина, Людмила Зыкина, и Пелагея, и Мария Девятова. Какие планы на будущее? Ну, не знаю, солдатом стать. Даже так? А как же творчество? Ну, творчество не буду забывать, буду все равно как бы поддерживать, петь иногда. Буду там оркестры где-нибудь, военным. Здесь, по-моему, вот душа Белоруссии, вот в Климовичах, именно детская душа здесь живет. И нам так приятно, что мы оказались хоть первый раз. Надеемся, что мы еще раз к вам обязательно приедем. Обязательно, потому что вот нам... Ну, Белоруссия — это родные для нас люди. Мы, считаю, русские и белорусы, мы как одно целое. Если мы сейчас не приложим усилия, чтобы завлечь детей в фотографию, делать что-то своими руками, писать музыку, стихи, что угодно, то мы просто потеряем поколение. Мы-то когда-нибудь умрем, нам уже меньше лет, а дети останутся после нас, и они будут такими живыми памятниками того, что мы сделали сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!